Короче, секрет по поводу укоренения. Все-таки не коричневым в зеленое, а в корништамп, да? Нет, ну я делаю в корништамп. То есть срезаю на черную голову осенью или весной, срезаю расщеп черенки. Вот они вот. В этом году Витин элегант, вот он. Я у него брал черенки. Есть у меня и саженцы тоже. И вот прививка. Хорошо, черным в зеленое ты пробовал? Пробовал, не получилось. Вот. У меня не получилось. Не знаю почему. Может что-то не так сделал. Вот и у меня оно не получилось. А так я не пробовал, кстати. Вот на этом месте было у меня черным в зеленое. Я вдел Байконур и памяти учителя. Лидия на Лидию садил. Ничего не получилось. Этой весной обрезал на черную голову. Вот, пожалуйста, результат. Ну вот, ребята. Ну охренеть. Так дело в том, что при всем припадочном. Подожди, а это ты укоренял осенью, да? Я не укоренял. Ой, в смысле прививал. Осенью. Осенью. Осенью, да. В ноябре. И вот этот в ноябре. Вот это весной, а вот это я позапрошлой осенью. В ноябре, а там весной в мае я делал. А для любителей отдыха и путешествий на моем втором канале выходит многосерийный контент про остров Владея, который находится в Беларуси. Ссылка в описании под видео и в верхнем комментарии. Беларусы берите на вооружение. Второй год прививки. Вот это вот кадрянка. Второй год прививки. Ребят, ну блин, ну. Ну блин, да. Как бы блин, да. То есть я сам в шоке. И тем более пронормировано все. Слушай, а когда он у тебя окрасился? Начал краситься недели полторы назад. Тай-ка я чекну. Недели полторы? Да он уже попробовал кисляк, не кисляк. Слушай, его уже есть можно. Да я же говорю, не кисляк. Вот почему? Вот, вот оно. Ну да. Зеленая все, но не кисляк. Кисляк, но не кисляк. Он реально съедобный. Это сладость примерно, как ты купил виноград в магазине. Да, да, да. Он такой немножечко еще не доехавший. А вот на том подвое никакой. На том подвое кадрянка. А тот на каком? А, на подвое. Укоренял точно так же. Таким же способом, да? Да, все то же самое. Прививка была в Корништампе. В общем, южный способ нам не подходит. А вот в Корништамп, в принципе, идет неплохо. Кто-то делает? Ну, в Корништампе я смотрел, читал, много изучал. И информации украинских, и всех. И даже смотрел, как делают там в Испании, везде. Ну, мне понравилось. Ну, и результат. Результат есть. Ну, вот, смотрим. Результат прививок. Полная нагрузка, потому что, ну, лоза вот бомбически взревают. Короче, я уже начинаю жалеть, что я заготовил новые саженцы. Ну, ладно, я их в любом случае высажу, но на будущее я уже буду... Можно, кстати, сделать куст, как его правильно называют, букет. Да, может, в Корништампе сильно не получится, это, конечно, можно на этом сделать. Хотя, может, и попробую, вот на этом попробую, на низине. Наверное, буду убирать, не вызрит она, 145 дней. Красивая, конечно, ягода бомбическая. Ты что-то будешь в этом году прививать? Ну, наверное, да. Позовешь меня, мы посмотрим наглядно на это. Без проблем, наверное, низина пойдет на перепрививку, и, скорее всего, удалю я... А низине сколько у тебя, кстати, лет? Четвертый год. А ягоды в прошлом году были? Нет, четвертый год. Ну, ты даже здесь в любом случае посмотри. Ну, я знаю, низина у нас не тянет. Ну, попробуй, а вдруг у тебя аномальная зона какая-нибудь? Я просто смотрел у Майера Владимира, он показывал, есть у него видео про низину, как он называет виноград для воров. Она окрашивается, но не дают. Вот, например, вот кадрянка, вот она еще не окрасилась, но уже вкус есть. Да, кадрянка, кстати, съедобная. У меня она еще даже наполовину не окрасилась. А вот с Аркадией, не знаю, воюю, наверное, тоже будет удаляться. Так, подожди, а что с ней не так расскажешь? Ну, не вызревает, она не хочет, она не знаю. Ягода не созревает или лоза? Да, ягода не вызревает, лоза плохо тоже у меня была. Подожди, сколько ей лет? Да, уже вот пятый год. Блин, ну, я не знаю, у меня кадрянка в любимцах, так сказать. Может, что я ее подломал здесь, когда укрывал в позапрошлом году, не знаю. Кадрянка у меня готова всегда к середине сентября. Был один год очень жаркий, у меня было в первых числах сентября уже готово. Аркадия, да. Кадрянка сказал. Ой, пардон, Аркадия. Не знаю, вот она мне что-то не вошла. Не зашла она мне почему, не знаю. Ну, вот приедешь ко мне, я тебе покажу вот по осенью свою Аркадию. Привезешь свою, мою, и сравним вообще, в чем прикол. Может, тоже какой-нибудь кулон попался, если что, как бы. Попробуешь привить мою. Я своей очень доволен, реально. Единственное, я могу быть недоволен, она хватает аидиум периодически, ну, пятнышками. Но, ну, не критично, терпимо. Скорее всего, Алешка пойдет весь под перепрививку, подвой классный, ранний. Я думаю, что будет супер. Ну, вот я в этом году тоже Алешка избавляюсь. Я хочу сказать на выставке, я одно хочу сказать, ребята, всем, на своем опыте много все говорили. Просто берите, пробуйте, не ленитесь на выставке и высаживайте. Потому что, ну, я от Дмитрия Ляшкевича нахожусь примерно на километров 80, да, мы находимся. Я, честно говоря, у него не был. Надо, кстати, наброситься к нему в гости. Смиловичем. Да, с Миловичем. Пока я в отпуске. Без проблем. Если набросишься, я тоже к нему. Хорошо. Мы тогда соберем консилиум и съездим. Я еще к Юрке, может, сразу хотел. Тоже поеду. Обязательно хочу увидеть его тоже. Олегу Петкевичу. Он сказал, надо позвонить, чтобы он подобрал. В том, что давай подстроимся. Я с удовольствием тоже возьму за свой счет маленький отпуск. Так, это у нас школочка для себя. А, это школка. Я думаю, странно, как-то плотно. Нет, 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 это школка для себя. Вот я тут уже покупал уже. Хорошо, это ты разгоняешь, чтобы потом... Да, разгоняю, потом высадить, конечно. Самый оптимальный уже, я посмотрел, сам оптимальный уже. Слушай, я тебе честно скажу, вот я первый раз попробовал в ведрах, и в ведрах мне понравилось. Единственное, надо иметь как бы халявные ведра. И заранее их подпилить, чтобы потом буквально перемычки срезал и их посадил. Ну, в принципе, да. Может быть, ну вот так вот. Юпитера тут мне тоже насовали на... Уже занимал Юпитер, не знаю, если кому-то... Это Юпитер. Это где? Нет, вот Юпитер. А, эти? Это памяти учителя. Все, до него не дошли. Я думал, ты на него погонишь. Нет, 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 это вот школка. Тут Юпитер, ну тут много. Мальчик с пальчиком, спонсор, кстати. По-моему, спонсор. Ты, наверное, у Лешкевича затарился. Да, да, ну я же тогда звонил. Да, 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 я помню. То есть спонсора, наверное, будет три. Посмотрю, если есть желание, могу один. У меня есть спонсор. У меня, я много набрал новинок в этом году. Именно те, которые хотел. Ну, у меня только один загнулся, а остальные вроде живые. Так что... У меня вот очень тяжело, вот что я Рэмбо тогда давал. И вот я тебе дал лучшее, себе оставил худшее. Что ж, ты так не... Обделился. Не, ну, я такой человек, ничего страшного. Еле я его разогнал. Еле. Ну, уже, в принципе, он... Уже меня твой очень хорошо пошел. У меня все хорошо пошли, кроме, вот говорю, одного. А остальные... Тоже. Слушай, а это грецкий орех? Это грецкий орех. Для начала здесь было высажено вот так по периметру. Там север, болото. Ну, тянет. Слушай, он разрастется, и у тебя вот это все втянет. Нет, это уже людям я отдам. Я Светлане отдал два. Еще четыре у меня заберут, потому что тут уже занимает виноград. Да, тут... Если бы здесь ничего не было, на углу идеальное место было. Нет, это все. Это... Это не знаю, это хзачья. Сунули мне уже. Здесь уже третий куст. Один посадил, не вышел. Второй посадил, выкорчевал. Третий посадил. Сказали, новый подарок Запорожья. Оказалось, нет. Не оно. Даже по листву не оно. Это кристалл. Тоже он тяжело у меня разгонялся. Но в этом году уже такой, да. Я думаю, что кустик тут место ему я выдал. Это малина. Аня ежи... Хрена себе, ежевика. Это ежевика. Не у Галины Антоновны брал? Нет. У нее я знаю кони, дочь она попробует. Сорви, попробуй. Ну и кисловатая. Не знаю, в этом году с ежевикой нету у меня. Сейчас мы подбреем немножко. Да, без проблем. Теперь сом никакого у нас. Ммм. Кисловатая. Нормально. Ты знаешь, я люблю кисло сладкие. Я тоже люблю, да. Я просто сладкие, не люблю. Вот с мишненькой супер работать. Да, главное теперь майку тут не подрать и штаны. Нет, она бесшипная. Серьезно. Ежевика бесшипная. Бесшипная, вот. Бесшипная ежевика, он все, да. Я в свое залез в курку кожаную свою порвал. Дело в том, что очень интересный сорт, размножается он не корнями, а макушками. Слушай, он посадил и он сидит. Он как-то, да, мне показывали. Надо вот прикопал, он пошел, отрезал все. Да, да, я что-то такое видел. Очень удобно, не ползет никуда, то есть не надо вот как малину, я мучаюсь тут с этой малиной. Тут была малина, тоже выкопал на хрен, все. Короче, как накрыла тебя виноградом, хана грецкому ореху, малини. Самое главное, что хана рыбалки. Я очень заядлый рыболов. И это, кстати, этот самый, маршал фрош. Ага. Ну, да, у меня такие же грознички, гроздюлечки. Ну, я дал ему 8 метров на 2 куста, поэтому. Ну, этих нарис почаще садят, как правило. Ну, это мое было 3 года назад, то есть я давал место, давал, давал. Ну, ничего, хочу попробовать другую формировку, чтобы увеличить. Может быть, даже еще здесь замантулярку. И перголу такую сделаю, тогда будет классно. Ну, гряды не делал для прогревания, ничего. Не, не, вот все, что... Я смотрю, у тебя и без гряд, и без всего, в принципе, опрет хорошо. Вот, Адрианка меня просто поразила твоя. Ну, я понял все-таки, что у меня просто не та Кадрианка, потому что... Я просто, не, я просто сравнил, там она на Лидии, Лидия сама сильно... А у меня корнестопственный, но Кадрианка 218. Ну, типа улучшенный клон. Есть желание, пожалуйста, чунь, и выращивайте. Я понял. Мне надо от этого еще отойти. Ну, здесь это тоже... Это для полива? Да, полив, про этот новичок такой. Так, а у тебя капельный сделан, или как там? Я хотел делать, все для этого, купил, все, ай, нет, я бочки, вот, оставляю бочки ведрами быстро, полтора часа, раз раз, знаю, сколько влил, что чего, ну, да, ровно, и... Нет, это что? Это Роджерс тоже, два куста Роджерс, Попченко. Ну, трехлеточки, ну... Я на выставке Юрка сразу привез, попробовать от Попченко, большой привет был. Не знаю, не впечатлил меня, поэтому... Ну, да, многие говорят, ну, попробуй. Ну, ему нравится вино там делать. Дело в том, что на вино, если вот все, я думаю, что как... Тут самое сука, отделение, смотрел, как он делает? Хороший у него носок, то есть... А чем зацепил Роджерс, или ты просто вот как-то, глядя на видео там... Ну, три года назад, вот это все практически что-то три, что-то четыре, то есть я когда начинал, и получалось... Ну, получилось, да, на видео, ух, красиво, все, ну... Ну, дело в том, что я думаю, что по двойку шикарный. Если что, и... А это персики, что ли? Это персики, да. В этом году подмерзли, в прошлом году бомбические были персики. Кушал, у тебя чистенький такой, прям аккуратненький. Да, дело в том, что я его выхаживал... Он у меня вымерз, с одной почки пустил, и это вот уже третий год. В прошлом году было пять персиков, я оставил, не жадничал. А вот второй персик там, возле этого самого, в начале, там было больше 50 штук, и такие 130-140 грамм персиков. Нормально. Тоже могу фотку потом скинуть, и можешь вставить. Просто я знаю, у кого даже получаются персики, но они все равно в пару-тройку лет, и какую-то зиму просто не переживают, или весну. Я поставил себе вот два дерева ореха, пересадил, опять же, вот они пересажены, ну, слабо, все, что пересаживает, все, что слабо стартует. Он абрикос, наверное, тоже его буду убирать. Дичка, короче, да? Нет, не дичка, хорошая абрикоса, ну, как сейчас продают вот эти вот такие, как их называют, жирдельки. А, жирдельки. Ну, один год, тут два дерева было, одно вымерзло, один год он, конечно, выдал море. Море. Так, что-то мы пропустили. Да, да, еще лора-флора жирует, и пасыньки лупит. И что не плодоносило? Ну, в этом году ничего не было. У меня лора, кстати, неплохо пошла. Она из зеленого мне давали, зеленый, этот самый, ну, еще не разогнула. Поэтому в следующем году уже у меня завернули. Слушай, сколько у тебя кустов? Ну, пока 55. Всего лишь, нормально, да. Это только для начала, да? Ну, и 40 еще в школке. Еще 40 в школке, да, да, хочу, потому что это юпидель. Питер, что я говорил. О, этот покрасивший. Ну, вот ему место здесь, и вот в этом году он цепанул мильзю. Было два я нашел, вот один, вот листик. Ага. Был я и прибил, где-то, и вот, наверное, еще этот. И в прошлом году тоже здесь, в этом месте он цепанул. Цепанул, ну, место неплохое. Это у нас, лично забыл, это вот памяти учителя сигналочка. Класс. У меня памяти учителя не хочет, нормально идти. Он хлорозит у меня постоянно, не хочет расти. Ну, вот, вот он тут лозы, я не знаю. Я его хилатом железо, того-сего, но что-то он как-то не знаю, что ему не нравится. Это киш-миш розовый, не знаю что, что-то позднее такое, я тоже всучили, посадил. Бажена. Хорошая я смотрел, у Стражева Юры классная, это самое. А что-то я у белорусов Бажену как-то хорошую не видел. У Юры. У Юры. У Южан как бы отличное, у нас что-то. Ну, вот Юра показывал. Я что-то у Юрки не помню, надо посмотреть. Есть. А на десерт как вообще тебя накрыло, вот с чего началось? Накрыло, ну, накрыло, был один кустик этого самого, всех здесь всем известный, Изабеллы. Ага. Альфа. Мамы, да, Альфа Изабелла, там, не знаю, что там было. Вот я начал за ней ухаживать. Потом мой друг Александр, он уже мой друг, мне продал, то-то-то, сейчас мы дружим, общаемся, созваниваемся, то есть он тоже у него в Самохваловичах, там уже Самохваловичный участок. Ну и погнала. Все, короче, тебя зацепило. Все, ну, во-первых, красивая ягода, мне, ну, не знаю. А изучать, как ухаживать, вот где-то нашу? Интернет. Начал по-тиху, по-тиху, за 4 года, такое ощущение, что закончился сельскохозяйственный инсекунд. Ну, нравится, нравится, я вырос на этой земле, то есть как бы к бабушке постоянно всем угодные. Это груши вот тоже, тоже Александра. Классная груша, советы, если кто-то захочет, вот на это молоденькая, вот она уже дает, и вон еще одна. Что за спорт? Ой, опять выскочил из головы, сейчас скажу, вспомню. Советую грушу. Груша, знакомьтесь, груша. Сейчас вспомню, вспомню, забыл. Ладно, бог с ним, просто груша. Потом, вспомни, потом, если что. Вот мы разговаривали только что с Виктором по поводу укрытия, да, вот прививки могут вымерзнуть. Они, в принципе, довольно низенько, но вот он говорит, что он лозу укрывает с землей. Все, закапываю полностью, да, трудоемко, можете говорить, что, да, тяжело все, но зато много комментариев было в этом году. Там вымерзло, там, 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 у меня 100 из 100. Хорошо, ты с землей полностью укрываешь, и корневую, и полностью траншею. Да, да, я прокапываю небольшую, я тут не зарываю экскаватор. О, нет, я на такие подвиги, наверное, не готов. Ну, ничего, ясно. Я хочу 100, будет у меня сейчас 55 кустов, еще 40 доса, и все будут, но зато... Блин, ну все, все землю, я не знаю. Ничего страшного, есть друзья, есть родственники, скажем так. Хорошие родственники с друзьями, раз приедут помогать, а не просто побухать. Да, да, ну, заодно и мясо пожарить, побалдеть, осень, и все. Это лебедянский кузьминаш. Ну, да, я вот здесь его тоже, вот, и прорывал, гроздь, как кукуруза. Да, вкусный все, ну, нет, все. Короче, начинаешь выбирать, капризничать, когда много сортов, и уже начинаешь выбирать. Ягода не того размера, болячки, туда-сюда, когда есть альтернатива, крупная, красивая, вкусная. Есть у кого учиться, люди показывают и говорят, и есть такое, как мне сказал мой Александр, учитель, он сказал, не сади на участке ерунду. Ну, он грубее сказал, но я уже, как культурно. То есть не садите ерунду, пытайтесь, пробуйте, смотрите, потому что, ну, я потерял, честно говоря, я года четыре потерял на многих кустах. Года четыре потерял, поэтому сейчас, да, сейчас уже это уберется, это уберется, туда-сюда подберется. Как Владимир Попченко тоже, он подобрал, сказал, все, больше чуточек. Ну да, у него узкий ассортимент, но большие масштабы. Узкий, да, я немножко, конечно, так коллекционирую, люблю. Я тоже больше для коллекции. Ну, мне как-то, я хочу всего по чуть-чуть, мне не для продажи, а вот, я хочу разную ягоду, разных размеров, она меня просто радует. Поэтому я не сажу, например, у меня практически кустов, кусты не дублируются, у меня всего по одному. Ну, а я по два. Я наедаюсь, и порой даже, вот, например, как мне 342 не нравится, я его чуть-чуть поел, все, он у меня потом висит, он у меня уже там увяливается, его уже никто не ест, потому что уже другие готовы. Поэтому вот я, как-то, ну, для себя вот такое решение принял. Ладно, на этом мы обзор тогда заканчиваем. В принципе, рады были познакомиться с Виктором. Как тебе фамилия, кстати? Жуковский. Жуковский, вот. Он у нас в группе в виноградаре. Как у нас группа называется? Виноградареербы? Да. Вот, короче, это там уже секта своя образовалась. Да, маленькая секта маньяков. В общем, всем привет, пишите в комментариях, можете ему вопросы задавать, он тусит у меня на канале периодически. Из вопросов. Пожалуйста, подписывайтесь.